Партнерство Казахстана и Китая будет укрепляться. Сегодня Касымжимар Тукаев прибыл с визитом в Китайскую Народную Республику. Планируется, что в рамках переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином будут рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в транспортно-логистической, инвестиционной, энергетической и торгово-экономической сферах, укрепление стратегического партнерства, а также углубление культурно-гуманитарных связей. В четверг глава государства будет участвовать в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиане и встретиться с руководителями крупных китайских компаний. Также планируется, что в рамках государственного визита президент примет участие в саммите «Центральная Азия Китай» и в торжественном открытии Генерального консульства Казахстана в Сиане. В области ЖТСУ отмечается рост детской преступности. Так, с начала года зарегистрировано 23 правонарушения, совершенных подростками, что на три случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вопросы воспитания подрастающего поколения были рассмотрены на очередном заседании областного общественного совета. В собрании приняли участие руководители управления координацией занятостей и соцпрограмм здравоохранения и образования, а также различных неправительственных организаций. По словам спикеров, сегодня особенно важно уделить внимание занятости детей в свободное время. Так, в летний период обеспечения полезного досуга учащихся ложится на оздоровительные и пришкольные лагеря. В этом году летним отдыхом планируется охватить порядка 85% школьников. Также на совещании были рассмотрены проблемы людей с особыми потребностями. Сегодня в области ЖТСУ проживает 23 тысячи лиц с инвалидностью, 3 тысячи из которых дети. В целом на реабилитацию таких граждан из местного бюджета в текущем году выделено 4 миллиарда тенге. В городах и районах оказывают услуги инватакси, а в области реализуются проекты по внедрению инклюзивного образования. Планируется открытие полустационарных центров для детей до 18 лет. На местном уровне принимаются такие меры, как адаптация соцобъектов. В этом году на эти цели из местного бюджета выделено 400 миллионов тенге по поручению Акимобласти. До конца года мы будем 100% заканчивать этот вопрос. Кроме того, до конца года мы планируем совместно с фондом Хамкорлык открыть парк технических средств реабилитации, где лица с инвалидностью будут арендовать безвозмездно кресла-коляски, ходунки и другие оборудования. Предупрежден, значит вооружен. В области ЖТСУ предпринимаются меры по профилактике уголовных правонарушений. По этому поводу в Волокольском районе состоялась встреча представителей прокуратуры с руководителями правоохранительных и местных исполнительных органов. С начала года в данном регионе зарегистрировано 70 уголовных дел. Подавляющее большинство из них связано с кражей скота. Так, по сравнению с прошлым годом скотократство выросло на 6%. В рамках совещания также были зачитаны доклады о транспортных и имущественных преступлениях. Статистика не радует. В целом отмечается рост количества уголовных дел. А потому особое внимание собравшиеся обратили на вопросы предотвращения преступности, озвучив необходимые меры по профилактике правонарушений. В настоящее время в районе наблюдается значительный рост преступности. В том числе отмечается увеличение числа краж скота, мошенничества и дорожно-транспортных происшествий. В этой связи в соответствии с требованиями о проведении профилактики преступлений перед уполномоченными и государственными органами был поставлен ряд задач по осуществлению правоприменительной деятельности. Информация о правоохранительных органах. За 4 месяца текущего года в области ЖТСУ произошло порядка 130 фактов дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 35 человек и свыше 100 получили различные травмы. О росте аварийной ситуации на дорогах к краю ЖТСУ рассказал начальник управления местной полицейской службы Департамента полиции области Хайсар Мухметов. Он также отметил, что почти 30 фактов ДТП произошли с участием детей, где зарегистрировано три летальных исхода. По словам руководителя местной полицейской службы, стражи порядка, учитывая высокую аварийность на дорогах, уделяют особое внимание профилактике правонарушений. Ведь по статистике, одной из главных причин аварий на дорогах является превышение скорости автотранспортного средства. В данное время мы на дорогах области начали применять комплексные средства Криспи, которые фиксируют на дорогах области факты превышения скорости водителями. И также в данное время мы сейчас закупаем систему Экин-Патрул, которая будет устанавливаться на патрульных автомашинах сверху. Эта система будет фиксировать превышение скорости как в попутном направлении, так и в встречном направлении, в поперечном. Он снимает вокруг себя полностью. И данное правонарушение автоматическим режимом будет попадать в систему базой единый рейстор административных правонарушений Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. И водителю будет приходить сообщение о превышении скорости на данном участке дороги. Вместе с тем в регионе набирает обороты интернет-мошенничество. Только за текущий период этого года в области ЖТСУ зарегистрировано свыше 240 случаев онлайн-аферы. Это на 100 фактов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правоохранительные органы рассказали о наиболее распространенных способах онлайн-обмана граждан. Полицейская практика показывает, что чаще всего преступники в телефонном разговоре или переписки представляются сотрудниками банков, госорганов, риелторских агентств, а также онлайн-покупателями товаров. И различными способами вводят свою потенциальную жертву в заблуждение. Таким образом, доверчивые люди попадаются на уловки мошенников. В последнее время участились случаи нового вида дистанционного мошенничества. Это дроперство. Когда в сомнительных посреднических услугах третьи лица, сами того не зная, становятся соучастниками аферы. Новый вид мошенничества, когда определенный наш преступник через подставных лиц закупает у наших граждан банкоматовские карточки любого банка. Это в один день, обычно, как мы анализ сделали, например, один гражданин в пяти банках себе взял пять карточек и их продал по 20 тысяч тенге нашему преступнику или его посреднику. В последующем на эти карточки переводятся деньги, которые были добыты преступным путем мошенников. Разбирательство с судебными приставами, оплата их услуг, а также пени за просрочку налогового платежа. Завтра транспортное средство, которое будет изъято и водворено на штрафстоянку. Именно это ждет жителей региона, проигнорировавших уплату обязательных налоговых взносов. Срок их оплаты истек 1 апреля. Есть с чем в области сортовала профилактическое мероприятие «Должник», в рамках которого они, владельщики, будут привлечены к ответственности. Тему продолжит наш корреспондент. Налог у вас не уплачен, или часы? Есть ли это для вас? Ничего. Пройдемте, посмотрите. Налоговый представитель есть, и судимый представитель, они вам покажут. Такие посты расположились в трех местах на дорогах областного центра. Первый в направлении Алматы, третье отделение. Второй на заправке РП по улице Аблайхана. И еще один близ пешеходного перехода в микрорайоне Каратал. По словам участников рейда, первый же день работы с должниками дал свои результаты. Им удалось собрать порядка 1 миллиона обязательных налоговых сборов. Старший лидер не проймёт. Можно удостоверить ваша? У нас рейдовые мероприятия, ее пора называется. У вас должник есть налог? У меня? Да. Все оплачено. У нас камера стоит, через камеру мы фиксируем, чтобы налог не оплачивали. Поэтому хочу увидеть, чтобы у вас налог есть, нету. Оплачили? Нет, машина не на мне. А хозяин кто? А друг? Друга? Пойдемте проверим. Пойдемте. Так, смотрите. Хозяин 1985 года, да? У него долг висит 126 688 тенге. Срок когда прошел? 1 апреля. Все оплачено 126 688, да? Этот рейд будет проходить ровно месяц, с 15 мая по 15 июня. Хочу заметить, нами проводится системная работа. Мы организуем совместные с сотрудниками полиции и судоисполнителями рейды, так как они обладают правом остановки автомобиля для выяснения ситуации. А также из-за налоговой неустойки водворить машину на штрафстоянку. Главная наша цель – взыскать с неплательщиков долги по налогам за автотранспортные средства. Хочу напомнить, что срок уплаты обязательных взносов за прошедший год истек 1 апреля нынешнего года. Гражданам давалось достаточное время для оплаты налога. Теперь же в их отношении будут приняты соответствующие меры. На сегодняшний день сумма долга автовладельцев, согласно данным Департамента государственных доходов, составляет 904 миллиона тенге. Из них 757 миллионов. Это сумма недоимки граждан, накопившихся с 1 апреля по сегодняшний день. Как оказалось, выяснить этот факт помогает камера видеонаблюдения под названием «Кургау», которая выдает полную информацию о каждом автовладельце, а также фиксирует все нарушения закона. Данный рейд в настоящее время проводится на всех автодорогах республиканского и областного значения. Во время работы с автовладельцами мы совместно с сотрудниками налогового департамента, а также с судоисполнителями выявляем должников. Согласно закону по решению суда за неуплату обязательных налоговых взносов, их транспортные средства будут водворены на вштра-строянку. Согласно статье 35 Конституции Республики Казахстан, каждый гражданин обязан оплачивать налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные законом. Именно поэтому представители налогового органа систематически напоминают гражданам о сроках и необходимости оплаты обязательных сборов. Все материалы по должникам нами уже переданы судоисполнителям. У них имеется общая республиканская база данных, по которой, даже если не платильщик находится в городе Алматы, то он будет задержан там, а его машина во дворе на наш трафстоянку. Также нами организуются подворовые обходы совместно с участковыми полиции, во время которых мы также выявляем должников и привлекаем их к ответственности. В настоящее время в регионе насчитывается порядка 190 тысяч автотранспортных средств. В этом году в доход государства планируется собрать 2 миллиарда 700 миллионов тенге налоговых платежей. В области ЖТСУ стартовал прием документов на участие в республиканском конкурсе по социальной ответственности бизнеса ПАРАС-2023. В нем могут принять участие субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства. Об этом на встрече с журналистами рассказал государственный инспектор управления инспекцией труда области ЖТСУ Иркан Даулетулла. Он отметил, что конкурс проводится в два этапа на региональном и республиканском уровнях по четырем номинациям. Это «Лучшее социально ответственное предприятие», «Лучшее предприятие в области охраны труда», «Лучший коллективный договор» и последнее «За вклад в экологию». А также учреждается специальная премия «Лучший социальный проект года». Для участия в конкурсе претенденты смогут подать заявки до 1 июля текущего года в районные и городские отделы занятости и социальных программ. При этом стоит отметить, что есть определенные критерии, по которым претенденты допускаются на участие в конкурсе. В этих компаниях должны быть задолженности по заработной плате. Они должны быть, так скажем, идеальными. У них не должны быть несчастные случаи на предприятии. Они должны иметь задолженности перед налоговыми службами. Не должны быть банкротами и так далее. То есть они должны быть самостоятельными, конкурентоспособными компаниями, которые сами могут себя обеспечить, также помогают своим работникам и коллективам. В столице в преддверии Международного дня музея прошло открытие фондовой выставки «Мир чайных традиций». Мероприятия связались с еще одним событием – Международным днем чая, который традиционно каждый год празднуют 21 мая. Представлены экспонаты чайной утвари, дипломатические дары из Китая, Японии, России и Турции. Традиция чайных церемоний отражает не только тысячелетнюю историю Китая и Японии, но и показывает особенности культуры разных народов. На выставке «Мир чайных традиций» были выставлены более ста уникальных предметов со всего мира, которые подробно ознакомят с чайным искусством народов других стран. Стоит отметить, это второй по популярности напиток после воды. Отметим, Казахстан входит в первую мировую десятку стран по потреблению чая. Баянаульский национальный природный парк готовится к туристическому сезону. Если все пойдет по плану, он стартует 10 июня. В этом году в парке ожидают большой наплыв отдыхающих. Прогнозные данные говорят о 200 тысячах туристов против 130 тысяч отдохнувших на озере в прошлом году. Поэтому для снижения рекреационной нагрузки на живописном озере некоторые объекты на Жасабае переносят в другую сторону. Сейчас курортную зону очищают от бытового мусора. Усилена работа по охране природы и спешно проводятся противопожарные мероприятия. Нынешний сезон примечателен тем, что здесь впервые в работу национального парка будет внедрена система цифровизации. Здоровая семья, здоровая нация. В городе Талдыкурган в честь Международного дня семьи прошел областной марафон среди жителей региона. Участники показали свою силу и ловкость в турнирах по пяти популярным видам спорта. Подробнее смотрим далее в материале. Всего в марафоне приняли участие порядка 40 человек из районов и городов региона. Они соревновались в пяти различных видах спорта. Цель организованного мероприятия – популяризация семейных ценностей, а также массового спорта, приобщение жителей области к спорту и формирование здорового образа жизни. Цель этой эстафеты – способствовать приобщению детей и родителей к здоровому образу жизни, а также формированию семейных ценностей. Самая главная задача – укрепить взаимопонимание между детьми и родителями. Каждой команде предстояло пройти ряд испытаний, в их числе передача эстафеты от папы к маме и ребенку. Прыжки в длину, в мешке, а также поднятие гири. Прохождение всей дистанции требовало от участников ловкости и смекалки. Стоит отметить, семейные соревнования в областном центре проводят каждый год. В них участвуют все желающие. Подобные мероприятия нас сплачивают, объединяют наши семьи. Я думаю, что каждый человек, который хочет быть здоровым и которому небезразлична его физическая подготовка, должен заниматься спортом. По итогам соревнований команда «Туран» была признана достойной первого места. Второе завоевал коллектив под названием «Булашах». А третье место заняла команда «Жайпах». Стоит отметить, победители были награждены ценными призами, а также специальными дипломами и медалями. Их возможности не ограничены. В Талдыкургане подведены итоги республиканского чемпионата по плаванию среди людей с нарушениями слуха. Соревнования проходили на территории центрального бассейна. В них принимали участие более 100 спортсменов из 12 областей республики. В течение трех дней мужчины и женщины соревновались в различных стилях плавания – вольном, боттерфляе, брасе, на спине и в эстафете. При этом состязания были разделены по возрастам и уровням сложности в зависимости от дистанции. По итогам соревнований лучшими стали спортсмены из Караганды, Алматы, Актобе, Шунгенда и Тараза. Победителям вручены дипломы и грамоты. Теперь им предстоит отстаивать честь нашей страны на состязаниях в Аргентине. Я приехал из города Тарас. Принимал участие в республиканском турнире и выиграл соревнования. Очень рад победе. Соперники были достойные. Теперь мы отправимся на мировые соревнования. Верю в успех нашей команды. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своего тренера за его труд и веру в меня. Большое спасибо. Воля к победе. Казахстанская шахматистка обыграла действующую чемпионку мира из Китая. Кроме того, наша соотечественница Елена Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира на турнире в Риме. Эти и другие новости о спорте далее в сюжете. Шахматистка Алуа Нурманова обыграла действующую чемпионку мира из Китая. Она обеспечила победу своей команде Созом Найтс. С ней выступали американец Хикару Накамура, россиянин Владимир Федосеев и Шамсидин Вахидов из Узбекистана. На прошедшей глобальной лиге ProChess 16 команд получили право поспорить за главный приз – 150 тысяч долларов США. Эксперты шахматного мира утверждают, что наша юная шахматистка уже сейчас может составить конкуренцию ведущим игрокам мира. Добавим, что 16-летняя Алуа Нурманова является гроссмейстером, вице-чемпионом Казахстана и членом сборной страны. Казахстанские спортсмены установили рекорд Азии на соревнованиях в Германии, рассказывает корреспондент Хабар-24. В этом году в состязаниях участвовали порядка 400 пара пловцов из 50 государств. Это сильнейшие атлеты в своих странах, поэтому конкуренция высокая. Наши спортсмены – постоянные участники международного чемпионата Германии по параплаванию. Двое наших атлетов – Алина Дубинина и Сергей Кенах – смогли побить рекорд Азии. Параплавцы серьезно готовятся к предстоящим турнирам, а впереди большие старты. Осенью в Китае состоятся азиатские параолимпийские игры, где наша сборная собирается выложиться на все 100%. Елена Рыбакина сыграет в четвертьфинале турнира в Риме против польской теннисистки Иги Швентек. Стоит отметить, ранее в финале первая ракетка мира в двух сетах обыграла хорватку Дону Векич, занимающую 24 место в рейтинге. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 36 минут, завершилась со счетом 6-3-6-4. Что касается чемпионки Уимболдона, в прошлом матче казахстанка уверенно обошла чешскую спортсменку Маркету Вондрусову в двух сетах. В случае победы на соревнованиях Виталия Рыбакина поднимется на четвертую срочку в мировом рейтинге. На данный момент она переместилась с шестого на пятое место. Такой сложилась информационная картина уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok